С Владимиром Андреевичем меня связывают самые первые годы моей творческой жизни. Я пришла к нему после окончания училища устраиваться на работу. И при первой же встрече почувствовала, что это руководитель, который видит в каждом новом педагоге коллегу, то есть по своей работе единомышленника. После небольшой беседы я поняла, что меня принимают в коллектив, и я с нетерпением ждала нового учебного года. Очень этого начала боялась, потому что была безопытна. Но мои сомнения развеялись с первого же урока, потому что такое доброе отношение директора, который представил меня ученикам и коллективу педагогическому, помогло мне сразу влиться в коллектив и в работу, и отдать все свои силы и знания, которые я получила. И на протяжении трех лет, которые я провела в школе при Доме офицеров Таманской дивизии, с 1971 года по 1973 год мы работали с Владимиром Андреевичем в душе от души. А в 1973 году открылась новая школа в поселке Селятино, куда и приглашен был Чернов Владимир Андреевич начинать свое дело как директор музыкальной школы, вновь открывшуюся школу. Я думаю, его пригласили, так как чувствовали, что он преподаватель прекрасный, а он вел народный инструмент, баян, и как руководитель и директор он отвечает всем требованиям, которые должны быть у руководителя коллектива. И недаром из всего района предложили эту должность именно Владимиру Андреевичу. Мы открывали эту школу в 1973 году, и сразу она напомнилась учениками. Потому что существующая музыкальная студия при клубе «Мечта», все ее учащиеся пожелали перейти в музыкальную школу, чтобы получить свидетельство об окончании музыкальной школы. Это документ, который давал право учиться профессионально дальше. А в те времена профессия музыканта была очень востребована. Поэтому учеников у нас всегда было много, всегда был конкурс поступающих. Но так, как нас просили с Владимиром Андреевичем, чтобы мы прослушали учащихся музыкальной студии, определили, в какой класс хотели бы они сюда поступить. Не только в первый, потому что они уже там проучились и не один год. И мы все лето безвозмездно, будучи в отпуске, занимались этой работой. Но так как и он, и преподаватели, с которыми он работал, были энтузиасты, у нас даже не было мысли, что мы могли бы отказать людям этот рест, это его начальство, это директор клуба Черепанова Лидия Дмитриевна, которая нас об этом просила. И мы, конечно, все сделали. Поэтому наша школа селятинская сразу наполнилась учениками разных классов, а не только первого класса. И вот с тех времен, с 73-го года, до сегодняшнего дня у нас учащиеся одерживают победы во всех конкурсах, не только районных, но теперь уже и международных. И школа селятинская прославилась даже за пределами российских границ. И я думаю, что большое значение в том, что эта школа существует и до сих пор она на таком счету, эта роль принадлежит Владимиру Андреевичу Чернову. Субтитры создавал DimaTorzok С Владимиром Андреевичем Черновым я познакомилась в 1973 году, 25 мая. В этот день в клубе «Мечта» состоялась встреча с работниками этого клуба, с работниками студии музыкальной. Где за три недели до рождения ребенка пришла устраиваться в музыкальную школу. Владимир Андреевич посмотрел на меня, улыбнулся, сказал, ну хорошо, я вот вас возьму, а вы вот будете в отпуске. Ну я пообещала, что вы тут, и тогда вышли. Я очень хорошо запомнила этот день. Кто бы еще взял вот женщину, которая через неделю должна стать мамой, кто бы еще взял на работу. А вот он взял. И вот это удивление, светлое такое, доброе удивление у меня не исчезало на протяжении всех лет, которые я работала с Владимиром Андреевичем. Не было жесткого контроля, не было давления, была полная свобода действия у нас, молодых преподавателей. Это очень ценно, поскольку все мы горели и хотели воплотить в свои какие-то планы в работе. Владимир Андреевич помог мне раскрыть профессиональные планы, именно потому что там был свободен. И с этим человеком можно было строить грандиозные планы, воплощать их в жизнь. С этим человеком можно было ехать на сеновоз, на уборку картофеля, проводить праздники. Все это делалось с большим энтузиазмом. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Чернову за то, что он помог мне раскрыться и как профессионалу, и как личности. ПЕСНЯ Владимир Андреевича знаю я по совместной работе директором школы. Он работал директором школы Селятин, я работал директором школы Большим Веземовым. И встретились мы в Одинцовом совещании. С тех пор у нас, так сказать, завязалась и дружба. Ездили на совещание в Москву, в областное управление. И также потом проезжали друг к другу. Он ко мне проезжал в гости, Большие Веземы, я к нему в Селятин. Потом я узнал, что он ушел с работы директора, и я решил пригласить его в Большую Веземскую музыкальную школу преподавать. Он не возражал. И начали мы совместную работу. У него был класс баян-аккордеон. Это был лучший класс школы. Дети играли всегда успешно. Получал грамоты. И занимал призовые места. Коллектив его любил. И относился к нему с уважением. Он всегда с помощью, с вниманием относился к просьбам преподавателя. Он был безотказный человек. Он был талантлив музыкант и методист. Его очень любил коллектив. И коллектив педагогов относился с уважением к нему. Он был честный, принципиальный, внимательный и старался пополнять все. Субтитры создавал DimaTorzok